Всем доброго времени суток, с вами Анмия. Мы с вами начинаем второй сезон с Карим по Кариму 2. Это будет первая наша встреча и здесь скорее всего я сделаю вводную, то есть я немножко расскажу то, что я поставил, какие моды и так далее. То есть будет вам интересно дальше смотреть не будет, кто-то для себя сразу это решит. В каком формате будет выходить, то есть будем играть потихонечку. Это будут необязательные серии, то есть может быть раз в неделю, может быть два, одну. То есть это как-то, так скажем, не очень стабильно, потому что саму игру уже все проходили, как я и говорил. Единственное отличие здесь, она будет вот это с модами, вполне возможно, что с частичными глюками, то есть вы сами понимаете, что это не основная часть игры, а дописанная людьми, мододелами, поэтому всякое возможно. Но по игре я очень соскучился, поэтому в нее буду играть. Я по-прежнему с Талдорином Сиро в Салтееме. Единственное, что я вернулся в Воронью Скалу и отсюда мы с вами продолжим путешествие. Начну я именно отсюда. Мы здесь с вами оставались, ну только, соответственно, не на этом месте, а в другом. Просто я, чтобы сразу не было загрузки, я переместил сразу в город и отсюда мы поплывем уже непосредственно, в... Господи, все, все позабывал. В Скорим, соответственно, мы поплывем. Здесь давайте для себя представим такую ситуацию, что после победы над Мираком наш доблестный воин услышал такие новости о том, что драконы совсем разбушевались в Скориме, поэтому нам срочно надо вернуться туда. Да, если вы заметили, первое изменение это... Хватит одно и то же повторять, сейчас мы с тобой отправимся. Если вы заметили, да, на экране у меня нет абсолютно ничего, и будет оно появляться только во время боя, или когда появляется вот метка, или когда я, например, присел, видите, то есть появляется глазик. Считай, что тебе не повезло. Туда больше кораблей не ходят. Талдерин, перестань бубнить, надоел. Вот это первое наше изменение, очень приятное, то есть появляется только... Только когда что-то нужно. Давайте я вас немножко сейчас подойдем, мы еще с вами потихонечку к кузнеце, я покажу, что мы сможем с вами вообще в будущем делать. Сейчас, на самом деле, еще бы купить хотел. Ну и посмотрим, кстати, что у торговцев, может быть, вы что-то увидите для себя. Я не знаю, кто прислал тебя. Интересно. Но теперь у нас появился прочный фундамент. Надеюсь, мы сможем отплатить тебе за твою доброту. Да, спасибо, добрая женщина. Да, еще момент. Давайте представим себе такой момент, что на Салтеме мы узнали, что можно начать управлять лошадьми, в плане того, что их призывать. То есть нас научили местные жители такой штучки, и мы сейчас будем учиться свистеть заодно. Я знаю, как свистеть, просто в варту пересохло. Ну, надеюсь. Что у тебя есть на продажу? Ну, немножко, да. Вот это второе изменение. Вот это второе изменение в интерфейсе, как видите. То есть я поставил... Ну, здесь вот это мне не очень, честно говоря, нравится. Мне нравилось так, как было в оригинале. Но без этого я не мог поставить другие моды. Поэтому просто пришлось. В общем, сейчас очень много появилось нужных ингредиентов, которые раньше были не для чего, так скажем. Сердце Диэдра, кстати, продается. Смотрите, интересно. Ну, мы с вами будем частично отыгрывать роль. То есть, так как у нас Норд... Насколько я помню. Да, насколько он возвращается сейчас к себе на родину. И попытается... Ицеление от болезней. Кстати, я не ставил мод на болезни, потому что я боюсь, что... Все серии мне придется только этим и заниматься, что стопроцентно выживать. У нас немножко другая ситуация, поэтому нам надо играть с вами под запись. Поэтому чисто для себя, может быть, я бы и поставил. А так я не буду ставить пока что это. Мы попробуем с вами поиграть. То есть, выживание у нас будет, но... Ну, не настолько серьезное. То есть, от болезни мы страдать сильно не будем. То есть, ну, не настолько, чтобы было совсем невозможно играть. Так, ну, с этими ребятами мы разговаривали в основном прохождении. А ты у нас продаешь еду, да? Ну, все, нам здесь по-большому ничего не нужно. Большинство всего мы сможем сделать уже у себя в Скореме. Смотри, моя жизнь изменилась. И все благодаря тебе. Да нечего мне делать в шахтах. Я вам вроде как помог уже. И сейчас я хочу вернуться к себе на родину. И вот одно из основных изменений. Давайте посмотрим. Если нужен кузнец, то перед тобой один из злотих шатейцев. Как тебе мой свист? Хм, может, ты мне поможешь? Только лучшее оружие и броня. Ну-ка, дай я на тебя еще раз попробую свистнуть. Нет, не получается. Вот, смотрите, появились у нас в продаже двимерское новое оружие. Ну, как новое, просто. Ну, ничем, так скажем, не лучше и не хуже, чем то оружие, которое было. Но это оружие немножко оно поинтереснее, да? По... По лорне. Не знаю, как это сказать. Очень красивое. Очень качественно сделанное. Ну, то есть, тут каких-то таких прям супер изменений. То есть, вы не увидите. Просто они будут... Будут больше видимые, да? Чем какое-то будет давать мне преимущество. То есть, совсем вещи, которые дают преимущество, я не стал их... Не стал их ставить. Норскую броню мы с вами вот эту выбили. То есть, это обычная стандартная броня. Кстати, стрелы я бы еще купил. Норская широкоголовая стрела. Да, вот единственное, вот эти вот новые у нас появились, по-моему. Или они к этой одежде относятся. Вот тут... Нет, вот те, которые к одежде относятся, мы только что купили. А вот это вот новые, ребят, тоже поставил. Тоже норские какие-то. Вот это тоже из старого. Ну, то есть, это вот из этой серии. То есть, это и не ставил. Кстати, очень много интересного. Вот. Щит, смотрите, здорово. А у меня денег нет, да? Обалдеть. Я хочу себе такой щит еще, чтобы у нас все было. Так как, как я сказал, мы частично с вами будем отыгрывать роль норда. Поэтому, хотелось бы, чтобы у нас и все этому соответствовало. Так, ну давайте посмотрим, что мы можем ему продать, для того, чтобы купить себе... Вот мы сейчас щит продадим. На нашем, правда, плюс 13. Ну, то есть, мы сейчас не будем на эти показатели вообще смотреть. Бонитовый меч. Давайте вот, может быть, мы его себе оставим и вместо урочевого его сейчас поставим. Бонитовый руд дай ему продадим. Шкуру нитча. Перчаточки. Все вот это продадим. То есть, мы полностью переодеваемся. Пока руду продавать не будем, кожу не будем, одежду Мирока тоже не будем. Хоть ничего, угорение. Да продадим сейчас. Отмычки нет, естественно. Орочек стрел у нас много. Меч. Вот, кстати, у орочек меч-то получше, чем и Бонитовый. И непонятно почему. А потому, что он безупречный, да? Потому, что он безупречный. Кстати, на нем заклинание очень даже неплохое стоит. Но мы продаем и его. Вот так мы поступим. Сейчас мы купим себе вот всю одежду Мирка. Я временно не хочу продавать. Ну, то есть, вернее, я вообще ее не хочу продавать. Я хотел бы на манекену и повесить. Но, как мы помним, кто вообще начало смотрел. Это было давно, почти что год назад. Если даже не больше. О том, что я... О том, что как я начинал вообще свои похождения. Это были мои первые записи, как раз. И все. Теперь давайте мы покупаем щит у него. Где он? Нордский щит, да? Единственное, здесь очень удобно. Теперь все по буковкам. По алфавиту я имею в виду. По буковкам. Сейчас я вам покажу второе изменение. То есть, как нам будет удобнее управлять всем этим. Так, щиты у нас, по-моему, в одежде, да. Вот они, щиты. Мы ставим сюда. Ставим сюда. И в оружие, да, мы решили ходить. Мы решили ходить. Ходить, ходить, ходить. Где он? Вот он. И вот так. И смотрите, что мы теперь делаем. Мы достаем горячие клавиши. И снизу у нас еще одна панелька появляется. Это кнопки, которые выставляются на F1, F2, F3 и так далее. То есть, это тоже очень удобная функция. Здесь мы выбираем. Да, вот выбираем ибонитовый меч. Только не так, а вот так, да. И ставим просто в первый слотик. То же самое делаем щитом. И теперь по кнопке F1, то есть, у нас будет вызываться это оружие. Вот так это будет выглядеть. По-моему, очень неплохо. Вот так вот здесь будет наш персонаж с этим делом совсем. Ну вот мы немножко прибарахлились. Первые интерфейсы я вам... Первые, как бы, возможности нашего интерфейса я вам показал. И теперь давайте пробежимся по квестикам. То есть, Талдерин, кстати, Серо, наш помощник, теперь тоже будет ездить на лошади, что не может не радовать. Причем, лошади можно сделать обычных, можно в броне. Но мы пока, наверное, будем ездить на обычных. И потом, может быть, когда разбогатеем, представим себе такой момент, что мы купили. По-моему, дракон пролетел. У нас, кстати, очень много вещей, по-моему, у него еще. Мы ему передавали. Можем, кстати, забрать сейчас и продать тоже. Какая-то у него фигня. Вот, посмотрите, или он сам насобирал. Ну, драконий пока не будем, наверное, продавать. Ну, кстати, Норский боевой топор. Можно у него забрать и продать. Все равно он с ним не ходит. Хоть ничего. Ну, я не знаю, ему хоть какой-то лук-то все равно нужен, да? А вот с посохами он с какими-то ходит. Только, не знаю, иногда он достает. Поэтому пока у него не будем забирать. Пусть он пользуется тем, чем ему нравится. Мы единственное, ну, у него всякие дурацкие стрелы заберем. Чтобы он ими не пользовался. Ну, он, по-моему, вообще стрелами на самом деле не пользуется. Так. Эбонитовый меч. Вот я не помню, каким-то он пользуется иногда мечом. Чем знать, каким только. Давайте вот этот у него заберем. Пусть он хватит. Уж с эбонитовым мечом. Ну, вот этот у него заберем. Сейчас по-быстренькому продадим. И... Все, это последние наши продажи. И мы попрощаемся с вами с Altame'ом на какое-то время. Ну, сюда мы, скорее всего, еще вернемся. Вернемся для того, чтобы продолжить раскопки. Но приходить мы будем сюда ненадолго. То есть, я не хочу здесь пока что задерживаться. То есть, мне пока, думаю, хватит с Карима. Потому что, как я уже говорил, я очень по нему соскучился. Так, подождите, еще один. Вот они, остальные стрелы. Продаем. У нас с весом перевеса нет, но скоро может возникнуть. Да, вот еще. И вот еще. Жалко ему продать больше нечего. Потому что денег у него много. Нам эти деньги понадобятся очень скоро. И все. Все, ребятки. Мы с вами прощаемся с Altame'ом. Да, здесь, соответственно, стоит еще графический мод. Надеюсь, видео будет все это достойно выглядеть. Потому что хотелось бы, чтобы вам это нравилось так же, как и мне. Давайте пробежимся уже до лодочки, наверное. И поплывем. Да, по заданиям хотел сразу вам сказать, что у нас появилось. Тут, кстати, один дракона убили, посмотрите. Тут только эльфийские стрелы, но они нам не нужны. Не будем забивать себе инвентарь. Сейчас, секундочку. Я кое-что хотел себе. Так. Да, если вы заметили, щиты немножко изменились на кораблях. То есть я поставил более такие качественные. Ну, в общем, такие мелочи, а приятно, как говорится. Да. Да. Ну как? Я могу свистеть получше, если ты мне дашь пару советов. Ну, тогда отвези меня обратно в Скорим. Принесешь деньги и отправимся в тот же час. Ах ты жадная. Свия. Вот, держи. Серию не будем особо затягивать, ребятки. Мы сделаем ее небольшой, сделаем ее вводной. И первая серия у нас уже будет, когда мы подготовимся к игре и отправимся. А вот оно, одно из основных изменений. Скорим стал не таким дружелюбным. То есть мы возвращаемся действительно в голод, в голод, в голод, страдания. Да нет. Здесь мы возвращаемся действительно в нордские земли. То есть здесь действительно теперь будет холодно. То есть вот такая погода нас встречает. Давайте представим себе такую ситуацию, что отплывали мы, наверное, там летом, так скажем. А возвращаемся именно зимой. И как видите, теперь ребятки тоже у нас, они все приоделись немножко. Потому что им тоже холодно. Одели вон шапочки. Кто-то, кто-то, ну, у кого на что деньги, деньги есть. То есть вот так и оделся. Я столько лет прожил в квартале серых. Недоброе место, полное недобрых тангоров. А вот посмотрите, Телдерин у нас как. Телдерин наконец-то меч одел. Тот, который мы ему дали. Смотрите, у Телдерина какая. У него теперь тоже одежка есть. Да, вон, ребяткам холодно. И что мы с вами, первое, что мы с вами сделаем, это, наверное, сейчас по-быстренькому воспользуемся верстаком. Лучшим, наверное, свою броню. Ну, не знаю, что мы первое сделаем. Вот это, наверное. Да. Перчаточки. Ну и все, у нас ртутные руды больше нет. Поэтому мы с вами сейчас быстренько пробежимся. А, ну, никуда мы не пробежимся. Пойдемте в город. Привет. Да, стоит, наверное. Мы обязательно туда отправимся. Но чуть попозже. Кстати, раз мы сюда пришли, давайте я вам покажу, что у нас появилось в квесты. У нас появился квест Начало морозов. Мне нужно прочитать справочник по выживанию в Скориме, чтобы освежить мою память о навыках выживания в холодной погоде. Посмотрю на ночное небо. Может, вспомню, где у меня заныкана эта книга. Ну, как видите, сейчас день. Мы посмотреть на небо, на звезды не можем. Поэтому будем дожидаться ночи и потом уже выполним этот квест. В чем дело? Да я не знаю, в чем дело. Что-то ко мне привязался, я вообще понять не могу. Я бы на то вместе не приставал. Корзина. Теперь очень много вещей, которые могут нам пригодиться. Давайте возьмем ее. Посмотрим. Может быть, она нам понадобится. И мы... В Финхельм, по-моему. Это город называется, да? Я уже давно тут не был. Давайте... Встречай нас, городишко. Мы вернулись. Пришли в город Нордов. Сейчас мы зайдем еще в гости, естественно, к Ярлу. Немножко при автосохранениях почему-то подлагивает, но... Это не так страшно. Забираем еду. Всю, которую не придется воровать. Потому что в холодные времена она нас будет спасать. Теперь мы сможем готовить еду для того, чтобы согреться. И таким образом не умереть от холода. И давайте, наверное... Так, я вот, честно говоря, уже запутался. Давайте, знаете, сбегаем вот сюда сначала. Мы познакомимся с Яровым. Просто чисто зрительно. Пока выполнять квесты мы с вами никакие не будем в этом городе. Обязательно сюда вернемся. Я знаю, что здесь очень много квестов красивых и интересных. Честно говоря, сейчас смотрю и сам удивляюсь, потому что вот этих флажков я не видел. Может быть, здесь какой-то праздник. Так, я... А, нет, я думал, я заблудился. Нет, идем к Ярлу. Почему я хочу вам показать Ярлу? Просто я тоже внес небольшие изменения. Ярлу теперь у нас будет выглядеть как истинный Норд. Я сюда вообще пришел-то? Как Королевский дворец. Закованный в броню. Посмотрите, как одет теперь наш Ульфрик. Смотрите, в какой он броне. Какие у него сапоги. Вот он встал нам, показывает, как он... По-моему, очень неплохо. По-моему, очень неплохо. Давайте здесь тоже возьмем, если нам что-то... Нет, здесь все только можно украсть. Воровать мы с вами не будем. Мы просто уходим. В купюшончики. Замерз парень. Замерз. Холодно, да. Но вы же Норды, терпите. Терпите, ребята. Мы Норды. Ребята суровые. И вполне возможно, что я скоро и нашего Норда переодену. Кстати, сколько играл, вот только сейчас заметил, что здесь такие таблички. И по большому счету, там даже можно разобрать, что написано. Но мы этим сейчас заниматься не будем. Мы сейчас, давайте, у нас время совсем-совсем не остается. Поэтому мы бегом-бегом отправляемся на рынок, где мы закупимся. И уже со следующей серии отправимся в путешествие. Колун забираем. Он нам пригодится в дальнейших путешествиях. Кстати, сейчас сразу нарубим себе дров. Это я просто, ребятки, знаю, то, что все, то, что я делаю, оно понадобится, да. То есть вы увидите потом для чего. Хотя, в принципе, ну, по линии, наверное, вы можете догадаться, что это для костра. И, по-моему, там еще что-то из этого изготавливать можно будет. В общем, на всякий случай штучек шесть-то мы себе возьмем. Нам все равно сейчас что-то выкидывать придется. Потому что у нас будет перевес, наверное, такими темпами. Нам главное еще перед уходом... Все говорят, что Йорланд серая грива лучший кузнец в Скайрине. Так, это они тебя обманывают. Обманывают, мужик. Давайте сейчас сразу... А как тебе мой свист? Можно ли как-нибудь научиться этому? Может, поможешь? Ну, я могу дать 296 золотых. Ну, что же, она нам дает записку. И записка свистуну называется. Давайте почитаем. Кстати, вот тоже неплохой вариант, да? Ты здесь нажимаешь сразу и можно выбрать... Так, записка свистуну. Свистун, ты думаешь, я смогу научить тебе свистеть? Тебе просто нужно практиковаться, а остальное придется временем. Не волнуйся, я потрачу твое золото с пользой. Ха-ха-ха. Ну, что же, добрая женщина. Я бы хотел с тобой поговорить о твоей записке. Ну, понятно. То есть она нас игнорирует просто. Просто игнорирует. Поэтому мы попытаемся узнать, что у нее есть на продажу. И продадим то, что нам не нужно. Вот смотрите, у нас появился дорожный плащ-мешковина. Кстати, я не посмотрел, что мы можем сами сделать. Забираем котелок. Нам пригодится. Маленькая палатка из шкуры и спальник. Возьмем вот это. Возьмем напиток снежная ягодника. Эта смесь позволяет находиться в ледяной воде 3 минуты. Вот это нам тоже пригодится. Как вы понимаете. Отмычки забираем все. И вот первый наш плащ возьмем, наверное, из волка. Хотя мы можем, наверное, и сами изготовить его. Ну, просто долго искать не хочется. И весит он не очень. Давайте быстренько сейчас пробежимся. Так, сильное зелье лечение возьмем. Вот появилась какая-то солома. Я, честно говоря, не знаю для чего она. Может быть, кто знает. Вот стекло ведь. По-моему, здесь дома можно строить. В дополнение. Какое-то, не помню, еще дополнение было. Вот там можно теперь строить дома. Но только я не знаю где, как и... То есть, в общем, почему... В общем, ничего не знаю. Может быть, со временем найдем. Вот берем рюкзак тогда. Еще у нее. И берем шкуру. Ой, вернее, не шкуру, а плащик. Спасибо за висит. Теперь давайте все это наденем и... Так, где у нас одежда? Так, во-первых, рюкзак. Что, кстати, увеличивает переносимый вес на 50. И плащ волка. Плащ волка. Я, кстати... Давайте посмотрим теперь, как мы выглядим. Ну, уже лучше, уже лучше. Мы частично подготовились к тому, чтобы выживать на холоде. Но это только частично. Это только частично. Ну, что же, я думаю, что на этом мы закончим нашу вводную часть. Я здесь сейчас допродам все, что у меня есть. Куплю, может быть, еще что-то там на лечение. Ну, в общем, разберусь в сумках. Основное я вам все показал. Научусь до конца свистеть. Когда последнее мы выполняем. Или с вами уже научусь свистеть до конца. Посмотрим. Посмотрим. В общем, решим мы с вами в следующей серии. А эту мы заканчиваем. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Анми. И кому будет интересно похождение истинного Норда в истинном Нордовских землях. Именно в Скориме. Вот в таком заснеженном, холодном. Добро пожаловать на мой канал. И подписываемся, комментируем, ставим лайки. Всем пока-пока. До новых серий.